Сегодня у нас братья повзрослее заносят. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Добровод Дм июра ДимаTorzok брат Севастяна нету, поехал, у него все, молодая, поехал к тещи на блины ну надо, надо за 150 км да, да вот посмешно так, прошу, значит, поддержать это, как? чтобы оставить предний состав прошу вас все, не нагло вас, значит, оставили я к этому добавлю одно, значит, такое я был, когда в свое время приглашали меня, был за границей в Америке ну и по разным общинам ну я присматривал, как у них там жизнь устроена, как сестричество ну и я заметил такое у них в основном в храмах, вот, сестричество у них, значит, ну, что сестры такие же, как у них маленькая общинка вроде бы у них своя церковная касса касса сестричества она к церковной общине не касается это ихняя вот, они это употребляют, эту кассу денежную, там, на помощь кому-то даже на благоустройство храма ну и там пол перестилали, нету вообще сестры в одном храме, значит из своей кассы выделили на перестилку паркетом пола вот зарабатывание в некоторых храмах так видел я в общине, в синонии было, что какое-то время через несколько дней устраивать ярмарку то есть каждый из дома приносит какие-то вещи оценивает их минимально, там, доллар-полтора, там, два-три доллара вещь какую-то там, вот ну и потом ярмарка, покупают покупают, даже можно наблюдать так, что друг у друга ты мою там шляпу купил, я твою вроде бы ну да, а это да, она дома, эта вещь, как бы, она уже и не нужна, вот а потом, когда осталось, я на другое-то утро прислал, мне батюшка, бери, что надо, ну вот я выбрал чемоданчик, которым сейчас я натребую и еще один из сезона такое пальто, но я уже его износил такое, сейчас оно только дома такое легкое, они еще там говорят да нет, мне больше не надо ничего куда мне ну вот чемоданчик, дипломат такой там удобный очень, просторный вот так в другом храме у Стефана Павленко это под Сан-Франциско там зачем приехали в четверг, смотрю а сестры сидят и стряпают пельмени ну я сел с ними, давай пельмени стряпайте я им там продаю, что я быстро стряпаю пельмени а я говорю, а куда вы стряпаете, что праздник? нет, это у нас вот мы стряпаем в четверг, а субботу, воскресенье когда служба приходит, то прихожане они пельмени это продают это доход уже сестричество сколько они там потратят сколько там на мясо, на муку, на дрожжи а теперь у них доход в другом храме, значит, они готовят обед они готовят обед и когда закончилось люди сразу не уходят, спускаются вниз в трапезную столик на 4 человека и садятся все и сестры обслуживают они приготовили обед первое, второе, третье ну, недорого так это спокойно можно там покушать но в это время сидят, разговаривают кто-то делает какое-то там читает поучение или там доклад какой-то делают да есть фотографии у меня там где-то вещи там я делаю это в Вашингтоне было так ну, а я потом подхожу и спрашиваю вы готовите сколько у вас? о, сегодня у нас хорошо доход хороший 150 долларов, говорит, у нас сегодня мы заработали то есть они что, покупают продукты и готовят за труды там что-то вот так вот они такое-то есть разные там они придумывают как это сделать в другом месте были в Австралии там они делают так престольный праздник пекут торты какие-то и вот торт, допустим торт, значит, на аукцион этот торт ставят сколько? 10 долларов кто там потом 20 долларов дошли там до 50 долларов стоят на стоят и сразу 200 долларов и все ну, кто-то добавил еще ну, и, конечно, доллару 250 это торт, значит, стоит ну, что-то купил это уже с сестричеством ну, вот такое есть это, ладно это, между прочим следующее, пятое докладом о работе церковно-приходского совета все равно церковно-приходской совет в следующем составе Бауэр, Дебунов, Кручинов, Полегуев и Яковлев давай, Виктор Андреевич Бауэр, а нет, давай докладывай ты следующий за ним по хератонии ты выходишь давай ну, у нас не было вообще-то я ну, давай, ты докладывай Виктор Андреевич начал уже хорошо так заседаний и совета не было никаких а надо бы, конечно, было собраться но не собрались а кто вам мешал? батюшка и старосты? ну, мешало мешало, как всегда это чтобы не загасили инициативу поэтому никто не выдвинул тут сами начали разбираться получили по шляпе и успокоились кепка вот так чик на глаза ну да, вот можно было разбираться с Третьяковыми можно было вот разобираться и с Сокольских ну, в общем, короче можно было, конечно, это поставить ну, как вы вначале у вас это присловление вы бы что будем решать и все надо с этого совета начинать конечно, все надо начинать с совета а у нас без совета когда дом купил теперь, говорит поедем тебе и говорит, посмотрите у меня дом да, это так только почему не пригласил, когда покупал-то тогда надо было пригласить, когда покупал дом а теперь посмотрю, а там, говорит, дом топить столько, там это, ну много и цену хорошую заплатил, брат всегда советуется предприятие состоится при множестве советов и у всех, говорит, в войне при советах вы думаете, что, вот президент наш знаешь, какой умный, во всех вопросах да у него сотни советников по всем вопросам, и по церковным там, по экономическим, по финансовым там, по строительству, по сельскому хозяйству что, можно сказать, он все знает, как там, где, и что выращивать или что там, да нет, конечно советники есть можно в оправдание себе сказать не надо оправдываться, никогда не оправдываться ну я не, не поэтому никто не обвиняет я говорю к тому, что все, что вот это произошло у нас произошло впервые, обычно люди просто уходят и все, и говорят но тут никто не сказал этого нам, до свидания не все так уходят почему, всегда все так уходили так было, чтобы вот так никогда еще не было никогда давайте скажите пример вот вы не скажете его, все поэтому и никто и не знал, как а вот сейчас вот, как бы, ставится вопрос но пока что ушел этого не было заявления, что я ухожу не было у нас-то уходили, были заявления у меня есть заявление, храню было написала мне Зина Москова я по сей день его храню у меня лежит оно заявление она все описывает, что и как и значит, благодарить за все, что было вот а этих пока мы ничего не знаем пока они сами еще не, как говорится, не дозрели и не определились вот, совсем так вот, я поэтому и говорю, что не было такого ну, поэтому, может быть, еще время не вышло если будет, что-то может быть другое да, да, время не вышло что, церковный совет в преднем составе оставляют, да? я тоже в совете, вы не сказали кто? Игнатий Тихонович тоже в совете я же в совете составил надо было ему говорить-то конечно Игнатий Тихонович, у нас автоматически включаются члены совета понятно, понятно, нет настоятель, староста старшая сестра, сестричество, казначей и секретарь а это члены совета это просто отдельные члены которые разбираются отдельно а те по должности входят автоматически так что все нормально так что все нормально, никто вас не учебил мне все ну что, оставляем предний совет? давайте, голосуйте все они хорошо работали, ничего не было никаких ни разу не собрались, хорошо работали я хочу к этому пока подвести итог прибыль у нас была тогда люди приходили, батюшка крестил за раз 26 человек это в университеты где велись занятия просто так скажите сейчас, кто молится об этом без пропуска чтобы было место для занятий не здесь только а как тогда в университетах, но и в Лагу и где только не было и сельскохозяйственной, аграрной, педагогической кто молится каждый день об этом вот и все вот понятно, откуда и что но мне Бог дал возможность работать в интернете я бы один еще не сделал я приношу особую ежедневную благодарность в молитве тем, кто помогает они почему-то секретные эти люди и не хотят, чтобы их называли я не буду называть они здесь находятся и которых даже нету вот они, они все помощники у нас очень хороший коллектив очень хороший люди помогают и все время новые люди приходят вот этот Павел Бочков сделал доклад доктор богословия Московской Патриархии тысячи людей пришли и мусульмане приходят, и евреи но если бы они здесь были нам бы раз в 10 надо расширять помещение было у нас работа все время идет и каждый день новые люди нашли жизнь пришли к православию мы сделали две по меркам мира огромные ошибки просто огромные но мы их ввели в устав эти ошибки и старались выполнить две ошибки вот вы знаете где а если ошибки а зачем вы ввели? я коротко объясню вот запомните две ошибки которых никто никогда не делал нигде ни у православных ни у католиков ни у баптистов а мы их ввели себе буквально в устав я все время об этом говорил первое никого к себе не звать такого нету ни одной секты ни православной ну и день в храм Даниил Суслович что? путешествие по храму прогулка по храму и везде ходят вот которые это атриум там разное и все пойдемте в храм мы покажем пойдемте мы не можем мы поставили правило почему? коротко отвечаю чтобы к себе звать мы должны в чем-то быть выше и при том не в малой вещи а в очень большой вот как у нас заметьте там найдите такой храм найдите трапезную где бы все с Словом Божьим было вот так вот звучало буквально вот сейчас заходите голову поднимите как заходить там в коридор и здесь один и тот же и во храме его все возвещает о славе его а там новые надписи мы сделали дублировали эту надписи во храме мы в храм все возвещает о славе его и это я уже могу сказать сколько знаю пока нигде нет и батюшка ездит после этого отдельно тему что он приедет расскажет и второе почти роковая ошибка наша но мы с ней не взвинулись ни разу значит первое к себе никого не звать а как на занятиях люди подходят с вами знакомятся потом на дом сходят на работу разрешаем один раз прийти понравится еще но два раза был но уже накладывали на него игорь если тебя не будет месяц и ты опять пожелаешь прийти ты должен сказать где ты был те воскресения был у мусульман был у патриархии был у сектантов нас это не касается но ты не спал какое необычное правило мы через это человека делали ответственным за воздух которым он дышит в этом мире чтобы благодарил Бога Бог слышит и мусульман и буддистов слышит дети выздоравливают но речь идет не о спасении а здесь Господь всем отвечает воззови ко мне я услышу тебя это касается всех и второе я много ездил по Америке батюшка был там не один раз а я один раз но он приехал совещание а меня по разным городам возили на машине мы я не знаю десятки тысяч километров вот теперь митрополит Антония собирали помощь для России там и Сакраменто и Вашингтоне где только не были и мы узнаем человека и разрешаем прийти у нас вот представьте приходят тогда бороду отпустили работники краевой администрации и работник центрального района они на фотографиях остались где-то и они не пришли целый месяц а где были они где-то на даче и мы запретили им приходить мы от этого правила не отступили почему слишком серьезно и те люди остались в очень хороших отношениях они врагами не стали но вы знали это знали мы первые спрашивали знали что в свою защиту нет мы послали человека а он дома лежит милиционер пригодил здесь вторая вторая ошибка вторая ошибка по меркам мира но она не ошибка мы сказали московская патриархия благодатная патриарх благодатный законный и мы открыли туда шлюзы сколько у нас ушло вот они двое здесь две галины не знаете о ком говорю одновременно туда сразу раз так вы же сказали и вот вспоминали Зина и прочее если бы мы долбили как старообрядцев старообрядцев за сто лет ни один туда не ушел а мы сто потеряли может быть за один год почему мы когда там за рубежом говорили митрополит Виталий рукой своей пишет мне мы стоим перед фактом что объявим московскую патриархию без благодата она не была объявлена мы стоим перед этим уже что они вытворяют что они делают что говорят что пишут сергянство это у меня письмо от него его рукой написано это не его личное мнение ну вот тут получилось по другому дальше мы сказали что старообрядцы здесь в белокринитской иерархии белокринитского согласия законные мы туда старообрядцам отдали около двадцати человек ну с детьми ну возьмите уходят сразу два брата увидели на фотографии Лав сидит с патриархом Алексеем вторым они сразу в начале бунт здесь это куда мы идем куда а старообрядцев к нам один ходил заметил хорошую женщину и хотел то другое жена его стала ходить по форме одетая и он то хороший в работе потеряевки было и все подает заявление за заявлением мы его не приняли мы пошли к старообрядческому священнику думному отцу Николе здесь люди ходили и сказали это ваш человек мы его принять не можем они ни разу не об одном которые пошли клеветали и пакости всякие делали никогда не не спросили кто к ним пришел ну зачем приходит свежки покупает мы на это не пошли мы по сегодняшний день ну послали у нас как пошла батюшка благословил лишь бы ты была счастлива и все а он ее привлек устарабляться проповеди никакой нету 300 лет ты еретик переходи к нам все на светательный знак он ее приводит только через смешанные браки вот женятся они не будут как эти мусульмане он пока его не обрежет и не примет небесу она должна принять вот как ну всегда это было такое у них по другому нельзя она должна стать мусульманкой тогда будет на христианке они женятся вот это у старообрядцев вот потеряюсь я узнаю которые родственники я говорю а как ну мама видит что все так плохо а у старообрядцев все таки друг друга знают а дочери растут замуж выдать и она выдает их там и нормально все но они это ничего в старообрящести не знают и тот который женится он чуть побольше знает но они приобретают а мы их теряем а теперь посмотрите перед Богом как первая наша ошибка которая не ошибка мы к себе не зовем зовем к Христу чтобы он познал Бога мы себя не выставляем она да вы считаете кроме вас никого нет как раз мы то не считаем чтобы они придя к добрым христианам в нас не увидели жалкую карикатуру на христиан я это повторяю постоянно и когда готовились вот это признавать патриархию благодатной был акт о хроническом признании на нас не влияло мы ее и признавали а тех которые не признавали они через нас прыгнули уже там оттуда нас гвоздает а мы то по прежнему где были мы не движемся никуда мы избрали ту золотую середину на которой стоим и Бог услышал молитвы какого митрополита дал нам а это было как мне один из священников говорит тот был который до него здесь ни одного собрания партиального нет чтобы вами не начиналось и вами не закончилось а сегодня нет объявление наше о лагере было на Покровском соборе там притворе под колокольней то висит объявление висело летом ну вот в лагере когда был года три назад чудо он приезжает он молится батюшка поехал он дал ему удостоверение что в течение месяца он едет и ни под судом ни под следствием не состоит и с печатью она батюшке в кармане наверное справка я вчера сканировал стал посылать недругам это большой укор они лгут с вами никто не имеет права служить вы ощепенцы вы еретики батюшка безблагодатный и одна эта справка тысячам людей глаза открывает и это все благодаря я его называю нашим нашему митрополиту сергию да пробит господь его жизнь и чтобы его не убрали ежедневно не просто поминайте а с сердцем с благодарностью за наше страдание за клеветы бог дал такого о нем везде только добрые отзывы откуда он приехал там был вот два пункта и благодаря этим двум пунктам мы потеряли не одну треть как на небе ангелов а две трети их потеряли и дальше будем терять но мы молимся я все время молюсь господи расширит пределы общин всех побудет на благовестие мы ниоткуда не воруем овец потому что куда везти-то нам нельзя преграда ты познакомилась с кем-то звонишь и говоришь вот такая хотела побывать можно по форме одень больше ничего не надо если курящий мужчина чтобы с собой товар не брал так мы говорим мы на этом стоим я прошу после меня не будет когда не менять это никого к себе не зовите вы просто говорите о христианах господь придется искать рожденных свыше и водимых духом божиим вот что будет отличать следующее наблюдатель наблюдатели у нас были Дебунов Полигуев Яковлев Гончарух Петеримова Лариса так кто у нас старший наблюдатель и я Дебунов ну наблюдаем мы очень внимательно за всеми ну конечно любой может сказать но до такой степени внимательно что относимся по-братски никого там не останавливаем юбки там ни с кого не сдергиваем чтобы были до пола братьев за бороду не хватаем стрик не стрик ну потихонечку беседуем там все у кого-то не все у нас гладко конечно ну бывает сестры беседуют с детьми особенно дети но дети сами понимаете если бы они были такие как батюшка все у нас тогда бы никто там велись а как следует ну вот так родители попускают много ну это они все сами знают эти родители кто попускает с ними беседы проводятся потихоньку все это так ласково ну как по-дружески по-братски по-сестрински голос не повышает ну может кто-то сказать как мы проводим Надежда Васильевна хотела Надежда Васильевна да пусть скажет Надежда а что у нас не правда что голос повышает не ну это не к тому относится это другое совсем уже это когда она разговаривает она часто молодец хорошо что подала голос это самый говорливый у нас человек в общине в храме но мы находим как-то консенсус и она следующее допустим несколько молчит несколько посещений потом опять ее ловим и так далее помогают нам в этом братья и сестры подходят и говорят Надежда Васильевна опять разговаривает ну вот такими ласково так все тихо мирно так и работайте дальше благодарим вас ну что оставим наблюдателей все хорошо было видишь как они работают оставим культурно тихо как и у Путина посланники у нас войск не было в Крыму да были очень культурные образованные вежливые люди которые могли крымчан убедить что надо идти в войск в штатском не военно а в штатском вот так аккуратно вежливые так у нас наблюдатели аккуратно вежливые оставим братья давайте еще если будут рубить тогда перезберем прошу поддержать все так и последний у нас вопрос это ревизионные комиссии так обычно ревизионная комиссия сколько было продано свечей сколько там то все хотя сегодня как бы в храмах во всех храмах стало так то раньше было что венчание стоит там такая-то сумма а теперь нет венчание добровольное пожертвование пять тысяч там три тысячи где-то по-разному цены нету это не цена это добровольное пожертвование даже были в одном монастыре без денег там на территории туалет идти в туалет возле туалета кружка добровольное пожертвование на содержание туалета тоже там ну вот так вот значит ну и что добровольное что у нас Загуляева Наталья Петеримова Алевтина Алевтина и Жолнира Нина так кто будет докладывать у меня есть на руках протокол ревизионной комиссии да они провели в январе заседание было установлено что финансово-хозяйственная деятельность за семнадцатый год то есть они проверяют предыдущий год отчетный ведется достоверно согласно законодательству Российской Федерации все и так как отсутствие денежных средств у нас это все подтверждено документами и вот протоколом это все додействовано финансово-хозяйственная деятельность нужно копировать и поставить на семнадцатый год ну это что ревизионную комиссию в предыдущем составе братья давайте оставим да так хорошо какие у кого вопросы есть по этому вопросу по деньгам у нас нет торговли совершенно никакой торговли нет и не было и это занесено в наш устав ничего не продается свечи чисто восковые гасить нельзя агарков ни одного нету догорело, погасло все сожжения жертвы так написано все решает все покрывает святая десятина так это в ветхом завете было десятина для плоти не для души а златоуст говорит все осталось так же поясняет так же человек ходит по земле которая божья воздух божий солнце божье почему с ним не поделиться десятиной это отдаешь как для бога для содержания а тут уже куда пойдет мы будем смотреть дальше у нас по деньгам вот решили открыть этот фонд дробот по милости божией не пустое где у нас дали не пустое нет видите я все время выставляю объявления а куда совет решать будет кто избран на это дело а потом будем еще и перед тем как потратить еще и все общины объясним вот запомните чтобы не было где-то люди говорят взяли большой храм и топить нечем и мало прихожан отдайте храм на западе они свободно продают храмы а берут маленькие и тогда с ними поправляются батюшка в уголь платит где крыши крылья железо и прочее десятину все абсолютно покрывает это я просто хочу сказать чтобы возблагодарили бога и у нас один человек был не платил десятину и узнали это дело сказали и она сразу ушла я гляжу она уже бабушке 70 лет кажется и накрасилась и в штанах по городу идет даже десятина выявляет искренность присоединения к общине здорово как съездили расскажите съездил хорошо по вашему